Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня с вами вкуснейшие роллы. Заказала суши-бургер. Давно его у нас не было. Так пахнет! Они теплые. Я недавно встала. Прикиньте, я встала в 12. А все почему? Потому что заснула в 5. И как вы думаете, до 5, что я делала? Рисовала. Правильно. Сегодня вот встала. И вы знаете, я суши заказала вчера, вчера вечером, чтобы они привезли мне сегодня с утра. Чтобы я как встала, могла позавтракать роллами. Так, давайте приступим. С каких начнем? Давайте с Калифорнии. Так вот она выглядит. Макаем в соус. И понимаем, что жизнь прекрасна, несмотря на все проблемы, на все неурядицы. Идеально. Идеально. Просто идеально. Я не знаю, стоит ли это рассказывать вам. Но, наверное, скорее стоит, чем нет. Я вам уже говорила про свои проблемы с квартирой, с техникой в квартире. И в тот раз, вы знаете, получила даже больше негативных комментариев, нежели комментариев, связанных с какой-то поддержкой. Кто впервые на моем канале, я недавно сама себе купила квартиру. Но лично, без ипотек, я решила эту квартиру сдавать, чтобы получать денюжки. В общем, сдала я квартиру. Сначала там испортилась стиральная машина. То есть стиральная машина изначально была бэушной. И буквально два месяца они попользовались ею. И она откинула копыта. И как раз-таки гарантия на эту стиральную машину была ровно два месяца. Как только гарантия истекла. То есть я покупала бэушную, но в таком месте, где продают очень много использованной техники. В общем, я решила покупать стиральную машину новую. Купила. И получается еще три квартплаты еще уйдут на эту стиральную машину. Я как бы наличную купила стиралку. Но опять же, получается я с этой квартиры никакую прибыль по большому счету не получаю. Мне звонит девушка, которая снимает мою квартиру. Это семья. Буквально вчера, что теперь у них не работает комби. Когда я говорю комби, многие не понимают. В частности, мои зрители из России. Что такое комби? Насколько я знаю, в России у всех дома центральное отопление. А у нас не так. У нас в каждой квартире каждый человек сам ставит себе комби. И с помощью него отапливает себе квартиру. И сам выбирает температуру. Например, у вас не включили отопительный сезон, вы сидите и мерзнете. А здесь не так. Ты сам регулируешь температуру у себя дома. И естественно, за газ тоже платишь сам. И сейчас получается, у них использовался этот комби. И дома нету горячей воды. И уже пора включать отопление. Его тоже они включить не могут. По идее, комби был на гарантии. Я его покупала новым. То есть, я покупала в магазине. И мне дали номер. Номер компании, которая как раз таки завозит эти комби и несет гарантию. В общем, я вчера три раза позвонила. Никто не взял трубку. Возможно, это связано с праздниками. И они не работают. А возможно, и просто так и не ответят. Придется за свой счет. Если честно, я уже жду, чтобы под Новый год они мне сказали, что холодильник не работает. Единственное, что еще может там сломаться. Поэтому, ребят, почему я вам это рассказываю? Я хочу дать вам такой совет. Если будете сдавать квартиру, как договоришься от начала, так и пойдет все. Изначально надо говорить свои требования, свои условия. Я бы как сделала? Я бы сдала квартиру чуть-чуть пониже рыночной стоимости и сказала бы квартиросъемщикам. Ребят, вот я вам даю квартиру в целости и сохранности. Пожалуйста, верните мне в таком же состоянии. Потому что есть моменты, которые не связаны даже с техникой. Например, комби. Так как я сама в строительном бизнесе, я не особый специалист именно по комби. Но если каждый раз, например, выключать свет из счетчика, например. Каждый раз, когда ты выходишь из дома, ты выключаешь общий свет. И получается, комби тоже выключается. Потом опять включается. В конце он показывает ошибку. И как раз таки сейчас их комби показывает ошибку F05. То есть, например... Просто представим ситуацию, что я снимаю квартиру. Я опять же не говорю про своих квартиросъемщиков, а вообще... Например, я мою холодильник при его открытом состоянии. И он, например, воткнут в розетку. То есть, он включен. Естественно, холодильник может из-за этого испортиться. При неправильном обращении с техникой все может испортиться, сломаться и так далее. Лучше мне кажется сдавать либо пустую квартиру. Мой родственник недавно пытался снять квартиру. Он был в шоке, что все варианты пустые. То есть, надо со своей мебелью заезжать. А сейчас я понимаю, что это, с одной стороны, очень удобно человеку, который сдает квартиру. Нет никаких таких моментов. Это я, знаете, каждый раз, когда они мне уже звонят, я думаю, блин, сейчас что-то опять сломалось. Сейчас что-то опять надо решать. И даже дело не в том, что это мне обходится в копеечку. Это просто постоянная трата времени, нервов. Не знаю, ты думаешь об этом, не можешь сосредоточиться. Вообще, в год один раз этот комби нужно чистить. Надо вызвать специалиста. Если каждый раз всякую мелочь кидать на плечи человека, который сдает квартиру. Например, в тот день плохо работала одна розетка. И мне мой квартиросъемщик говорит о том, что почините, пожалуйста, эту розетку. Или я починю. Но эти деньги вычту с выплаты. Но в этой комнате 11 розеток. Помните, когда мы делали ремонт, я вам показывала и рассказывала об этом. Когда мы клеили обои, мы просто замучились. В этой маленькой комнате 11 розеток. Одна не работает, ничего страшного. Пользуюсь и другими. А он предлагает поменять розетку за мой счет. Вот так вот дела обстоят. Вообще, что-что, а розеток у меня в квартире до хрена. Просто человек, у которого я купила квартиру, он сам работал в компании энергоснабжения. Поэтому, видимо, эти розетки ему достались бесплатно. Поэтому он решил в одной комнате сделать 11 розеток. Увидела вчера два комментария касательно того, что Айка, покажи свою квартиру и так далее. Я понимаю, что каждый день на мой канал подписываются новые люди, которые вообще не в курсе, какая у меня квартира, когда я ее купила и так далее. Так вот, специально для таких людей я оставлю в инфобоксе ссылочку на пару видео, где я как раз показываю свою квартиру, новую, еще не отремонтированную. И потом уже второй результат. Переходите, смотрите. Мне очень приятно, что на моем канале появляется так много новых зрителей. Возможно, кому-то становится уже неинтересно. Люди перестают смотреть. И это нормально. Не обижаюсь абсолютно. Даже в какой-то степени, мне кажется, у каждого блогера есть какой-то период, когда его смотрят. Ну, в общем, ребят, такая вот ситуация. Немножко неприятная. Понятное дело, что комби, наверное, менять не надо будет. Просто там дело в настройках. Он ошибку выдает. Просто надо вызвать специалиста. Это займет, я думаю, тысячи две рублей. Вот. И это должна опять оплатить я. И это немножко неприятно. Вот реально, вы не поверите, но еще позавчера была такая ситуация. Мне позвонили из Азерсу, как сказать на русском, не знаю, из компании, не знаю, воды, или как сказать. Ну, в общем, мне позвонили и сказали, что в вашей квартире, в вашей жилой квартире, я говорю, да, очень мало воды используется. Я говорю, ну, при чем здесь я, там живут квартиросъемщики. И мне говорят, наверное, у вас, скорее всего, счетчик плохо работает, он не крутится. Я такая приезжаю туда. Я не знаю, зачем я туда поперлась. Они посмотрели счетчик и сказали, нет, просто, видимо, вы мало водой пользуетесь. Просто здесь ничего платить не пришлось, но все равно разговариваю, договариваюсь, езжаю. У каждого человека есть свои планы, свои дела. Знаете, тогда, что я думаю? Переехать на свою квартиру самой, жить там и ни о чем не париться. И сказать, ну, все, хватит. У меня раньше была идея купить очень много квартир, сдавать их. А сейчас я, честно, так думаю, да нафиг. Да ну нафиг. Возможно, я не права. Но мне кажется, в комнате, где 11 розеток, здесь одна из них сломана. Ну, сломалась. Хотя, когда я сдавала квартиру, все розетки работали. Говорит, что мы вычтем с квартплаты. Я сам починю эту розетку. Но это как-то, знаете, не знаю, как-то тупо, что ли. Но я не забываю. в следующий раз я найду квартиросъемщиков скажу ребят, видите, везде квартиры сдают например, за 400 я вам сдаю за 200 но пожалуйста, не беспокойте меня по всем мелочам я вам даю все в целости и в сохранности пожалуйста, верните мне все, что лежит здесь в целости и сохранности взамен я просто делаю вам огромную скидку на съем жилья просто не дергайте меня, пожалуйста короче, вот такая ситуация я пыталась заработать получилось как всегда изначально, ребят, здесь было много я просто ставила их очень близко друг к дружке я наелась, было очень вкусно не забывайте обязательно ставить лайки и подписываться спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца в инфобоксе я вам оставлю два видео касательно моей квартиры возможно, вы новенький на моем канале если вы новенький, не забывайте подписываться всех люблю пока